А теперь о других операциях, о компромиссии премьера и олигарха. Почему Коломойский согласился на собрание акционеров у Кырнафта и Ценюк закрыл глаза на работу менеджмента компании? Об очередных потерях государства в нефтеперерабатывающей отрасли Оксана Григорьева. Менее двух миллиардов гривен в казну государства и старый менеджмент у руля у Кырнафты. Таков итог собрания акционеров госкомпаний. Хотя спецгруппа чиновников, которая готовила к нему правительство, рекомендовала совсем другое. Рассмотреть эффективность работы руководителей отечественной нефтедобывающей компании. Объемы добычи не растут так, как планировалось. Объемы разведки не растут. Стратегия развития компании неизвестна. Комплексная ревизия и независимый аудит финансовой деятельности. Эти слова тоже были в списке спецгруппы. В прошлом году прибыль у Кырнафта официально упала в 11,5 раз. Это при том, что цена на нефть была стабильно высокой, а добыча снизилась только на 10%. Государства украли как минимум половину прибыли, считают эксперты. Я думаю, что это не прекратилось и сейчас. Компания «Укрнефть» закупала различного рода непрофильную продукцию, ферросплавы у предприятий группы «Приват». Занималась внешнеэкономической деятельностью. То есть таким образом, возможно, из компании выводились определенные средства. Показательная история на сумму более 2 миллиардов гривен. Столько у Кырнафта в течение трех лет заплатила Карпатскому управлению геофизических работ. Те, в свою очередь, перечислили деньги Гефест-Альянсу. Эта компания фигурировала в схемах отмывания денег через Брокбизнес-банк млада олигарха Курченко. Сейчас дело расследуют органы фискальной службы. И только этот факт – вполне весомая причина назначить аудит компании. По итогу премьер-министр решил свой вопрос, ставил легитимными итоги правления, хотя на самом деле это были годы разграбления компании, но получил дивиденды, которые ему позволят, наверное, сейчас заработать какие-то свои баллы. Особенно в предвыборный час. В итоге формальным главой правления у Кырнафты остался Питер Ван Хекке. По словам источников в «Нафтогазе», он уже несколько лет почти не появляется в Украине. Получает зарплату 2 миллиона долларов в год, а в это время добычу нефти в нашей стране практически полностью контролирует группа «Приват». И через НАП-совет, где пятеро членов – люди-миноритарного акционера, Коломойский может блокировать любые решения. Оксана Григорьева, подробности, телеканал «Интер». Продолжение следует...